Писание Писания Ишуа говорит очень сильное высказывание. Он говорит, ты Петр. Петр это как маленький камень. И потом он показывает на себя Ишуа и говорит, и на этой скале из камней таких как ты я построю свою общину. Мою общину. Община не выражает Маше умримбе иврит кигилати. На русский невозможно перевести, потому что община далека от того значения, которое имеется в виду на иврите. Община это сообщество людей, которые собираются вместе, разговаривают, может быть молятся. Кигила, это то, что имеется в виду на иврите, это что-то, как живой организм. И Ишуа говорит, и врата ада не одолеют Мою общину. Что такое община? Я не буду учить об этом. Но я вам даю просьбу такую, подумайте об этом выражении, моя община. Потому что это намного больше, чем просто собираться. Это намного больше, чем верить в одно и то же. Это что-то, что сосредоточено вокруг Мессии. И интегрально связан с концептом Израиль. Что-то очень сильное в духовном мире. И что-то, что все еще не показал свою силу физическим, в физическом мире. Сделан из маленьких общин. Таких, как мы. Как другие. И мы как маленькая клетка. В теле человека. Вы поняли меня, да? И каждая община В каждой общине есть свой характер. Своё видение. Свои способности. Свои дары. И не обязательно, что один будет похож на другого. И таким образом это происходит в реальности. Каждая община отличается. И у каждой общины есть свои дары. И эти дары использует Дух Святой для того, чтобы нас обточить и сделать нас более подходящими друг для друга. Возможно, в будущем я смогу поговорить больше про само понятие общины, для того, чтобы мы поняли, что за обязательства, что за единство, которое должно быть у нас. Мы с нашей семьей уделили несколько вечеров тому, чтобы посмотреть фильм «Властелин колец». Обычно моя жена не очень любит такого рода фильмы. Но вдруг мы вот решили сесть вместе и посмотреть. И в последнем фильме, Когда там показана последняя война, Есть такая сцена, когда зажигают костры. И вдруг вот на какой-то территории зажигается один, другой, третий, и вся территория зажигается. И это, как бы, знак для всех маленьких групп, для того, чтобы они объединились против зла. И местная община, Это, как маленький костер, Который всегда должен быть готов зажечься и показать свой свет и свою силу миру. Несколько дней назад у нас было собрание старейшей напчины. И мы прошлись по всем членам общины. И почувствовали, что пришло время. Отпам, лихадеш ована שלану, Оля хаверут, Их лиют шаях лекиила. Еще раз обновите смысл членства общины и принадлежность к общине. Четыре года назад мы начали это понятие членства общины. И я лично, как лидер этой общины, вижу очень много доброго плода. Потому что я вижу, как члены общины постоянно служат. Не пять и десять, а пятьдесят человек служат постоянно. Но половина, или может быть чуть меньше половины служат. И это большое благословение и большой эффект. И служение, это не только здесь. А ты медима, нашим, ба-эм-цэ-шаво, ба-эм, Митна-двим, Беколь-миней дворим, по-бай-зор-а-кей-илан. Люди в середине недели приходят и работают в различных областях здесь в общине. И все это дает силу. И вот между нами есть новые люди. И я думаю, что стоит обновить несколько принципов общины. Чтобы те, которые новенькие наши, но все еще не члены нашей общины, Подумали, может быть, они тоже захотят присоединиться. Естественно, нет никакого принуждения. И всем добро пожаловать. Но у нас, как у членов общины, больше есть обязательств именно по отношению к тем людям, Которые да себя назвали членами этой общины. И естественно, больше у общины есть ответственности за тех, которые ее члены. У нас очень много работы. И очень много наших служений я хочу развить на то, чтобы освятить, чтобы эта община была более святым местом. Чтобы правильное было отношение между людьми. Чтобы естественным образом мы понимали, что правильно, а что нет. Не только, чтобы мы понимали, что есть грех, а что нет, но также понимали, что стоит притягивать, а от чего отдаляться. И очень много есть работы. Я хочу прочитать одно местописание. Из Иезекииля, 36 главы. С 24 главы. Я прочитаю на русском. И возьму их из кель шлошим ве шеш. И Иезекииль, 36. С 24 по 30. Это все про нас. И возьму вас из народов. И соберу вас из всех стран. И приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водой. И вы очиститесь от всех скверн ваших. От всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое. И дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное. И дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои соблюдать и выполнять будете. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом. И я буду вашим Богом. И освобожу от всех нечистот ваших. И призову хлеб. И умножу его. И не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей. Чтобы впредь не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Даже толкование этих стихов. Чтобы Бог хочет очистить нас от всякой скверны, от всего нечистого. И мы те, которые являемся первым поколением здесь в Израиле. И даже второе и третье поколения, которые рождаются здесь. Несут на себе много нечистоты, которые мы приобрели, когда мы жили в России. Помните такое выражение? Не говорите сумасшедшему, что он сумасшедший. Потому что он это не примет. Вы слышали такое? Не говорите нечист тому, что он нечист. Потому что он настолько привык к такому состоянию. Он даже не понимает, что может быть другое. Но здесь Иезекииль очень ясно говорит, что мы наполнены нечистотами. И это скверно, не только результат какого-то греха. Иногда привычка чего-то, что Богу не нравится. Помните, Шауль однажды сказал, что я могу и так, и так, но не все мне позволительно. И у нас есть способы, как найти более правильный путь. Но это берет время. И это также берет наше время слушать проповеди. И у нас есть ответственность здесь вообще не провозглашать то, как Бог ведет нас. И у нас также есть обязательство открыть свои уши и слушать, что Дух Святой говорит нам. И изменяться. Потому что, когда мы объединены, даже иногда, когда мы часто говорим нашим желаниям, к которым мы привыкли, нет. Вдруг, как клетка в теле Мессии. И вдруг мы чувствуем, что мы благословляем других и сами получаем благословение. Опять-таки, я возвращаюсь к этому, и Зекииль говорит, что в нас есть нечистые вещи. И он говорит, что Бог обещает нам, Я ваш отец. Что мы сейчас пели. Я ваш отец. И я сделаю и совершу работу внутри вас. Но вы должны также плыть по этому течению. Что такое община? Это что-то, что объединяет нас в плане веры. Это что-то, что дает нам границы, как вести себя на личном уровне и в обществе. Я дам вам пример. Если мы сюда собираемся по субботам, Но если мы выходим из общины, и вне общины шаббат для нас ничего не значит, И мы относимся к нему, как в других странах, или даже делаем субботники в шаббат. Это неправильно. Это цивониют. Это уже лицемерие. Здесь в общине мы говорим, мы верим в то, что нужно соблюдать кашрут. И мы не имеем в виду сейчас какой-то кашрут по Аллахе, Который должен быть лифимат согласно Мадрин, или что-то, что такое очень сильно запутанное. Мы говорим про то, что написано в Тории. Мы говорим про ту основу, которая нам дана в Тории. И когда мы здесь вообще не говорим, что мы соблюдаем кашрут, а кто-то возвращается с собой домой и ест бекон, то это неправильно. Я не говорю, что из-за того, что ты ешь свинину, ты пойдешь в ад. Но я помню, что есть один стих, что когда Бог сторится с народом Израилем, и Он говорит народу Израиля, Я ваш отец, Я дал вам некоторое количество заповедей, А вы мне противостоите. Посмотрите на сыновей того человека. Он им заповедал не пить алкоголь. И они это не делают. Это было до ислама. И они получили благословение из-за этого. Макс сегодня нам напомнил уважать отца и мать, и получать за это благословение. Насколько больше благословения мы получим, когда мы почитаем нашего небесного отца? И вот Шауль говорит, все мне позволительно. Но не все полезно. Вы меня услышали, да? Первый пункт. Во что мы верим? Второй пункт. Быть вместе. И третье. Построить скинию. Я не хочу сейчас начать перечислять пункты с первого по тридцать пятый. Все у нас, на самом деле, записано все эти пункты. Мы можем даже послать в группу ватсап, чтобы вы опять прочитали и вспомнили. Так, во что мы верим? Вернее, может быть легче сказать, во что мы не верим. Мы верим во многие вещи. И здесь очень часто с этой сцены говорилось, что мы приветствуем различные мнения. Поиск. Когда люди читают Божье Слово и рассказывают его с разной перспективы. Но есть границы. Я хочу сказать, какие границы. Я прочитаю вам один рассказ. Из Нового Завета. Из Евангелия от Луки. Вы можете открыть Лука 19 глава с 16 стиха. О, слыхай, не таите. Парк 16, мепасук 19. Наоборот, 16 глава с 19 стиха. Авигаль, пожалуйста, высвяти нам 16 глава с 19 стиха. И вы, конечно, помните этот стих. Жил один богатый человек. Он одевался в самую дорогую, изысканную одежду. И каждый день устраивал великолепные пиры. А у его ворот лежал нищий по имени Лазарь. И он там еле выживал. Собаки приходили, лизали его раны. Я сокращаю. Но вот нищий умер, ангелы отнесли его к Аврааму. Умер и богач, и его похоронили. В аду, или там на иврите написано Бешеол. Написано в... Преисподней. Преисподней. Где богач терпел мучения. Он как-то поднял глаза, увидел вдали Авраама, рядом с ним Лазаря. И он позвал... Мы видим такую картину. Два огромных здания. Один в три километра от другого. Один написан Лона Авраамова, место Авраама, благословение. Второй, шеол, и все там хашуха, и не хашмаль. И здесь все в порядке. И здесь все в порядке. И все в порядке. И все в порядке. Второе, шеол, преисподняя, жара, короче ужас. А вот здесь Лазарь. Вместе с Авраамом. Пьют турецкий кофе. А там богач. Чувствует агонию ада. А никому ван сухек. Я, естественно, смеюсь. Сейчас вы поймете, почему. В шеоле, где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза на тот небоскреб и увидел Авраама. И Лазаря он позвал. Отец мой Авраам, сжалься надо мною. Пошли Лазаря, чтобы он обмакнул в воду кончик пальца и охладил мой язык. Потому что я ужасно мучаюсь в этом вагне. Но Авраам ответил ему, дитя, вспомни, что ты получил в своей жизни доброе, а Лазарь получал только плохое. Сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. Кроме того, между нашими зданиями есть расстояние, а дороги нету соединяющей. Ну так написано. Богач сказал, тогда прошу тебя, отец Авраам, пошли Лазаря в дом моего отца. У меня пять братьев, пусть предупредит их, чтобы они не попали в это место мучения. Авраам ответил, у них есть муше и пророки, пусть их слушают. Нет, отец Авраам, он спорит с ним, ситуация там железная. Вот если бы кто-то из мертвых пришел к ним, 30 стих, тогда бы они покаялись. Это Авраам ему ответил, если они муше и пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, и это их не убедит. Я слышал очень много толкований относительно этой притчи. И в основном все толкования сосредоточены на том, чтобы объяснить, как хорошо в раю и как плохо в аду. В принципе, это притча. Это совершенно далек стоит от реальности, или это просто аллегория. Но здесь есть очень важное слово. И мне кажется, что именно в этом мы, община Шавей Цион, верим. Здесь написано, Авраам отвечает тому человеку, у них есть муше и пророки, пусть их слушают. Он говорит, нет, но если кто-то воскреснет из мертвых, тогда мы поверим. Авраам говорит, неправда. Он говорит, если мы не слушаем, в пасух 3 и 1, для муше и для невиим, он говорит, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто-то и того, кто воскреснет из мертвых, того тоже слушать не будут. Кто должен был скоро воскреснуть из мертвых во время Ишуа? Он говорил про себя. Я вижу здесь границы нашей веры. Верьте в закон и в пророков. И тогда вы будете сильными в вере в Мессию. Я хочу сказать, наше общение. Это три компонента нашей веры. Да, мы верим в шаббат, в праздники, в заповеди. Да, мы делаем обрезание нашим сыновьям. И мы соблюдаем кашрут. И мы говорим о законах очищения. Мы говорим об этом. Мы принимаем это. Это очень важно. И Ишуа никогда, не отменял ничего из этого. Он не отменял это для народа Израиля. И никогда не накладывал это на язычников. Но те, которые среди нас здесь, и они по крови не евреи, но они присоединились к народу Израиля, Почитайте, как часто Бог говорит в Торе, те, которые решили быть частью вас, принимая их как природного жителя этой земли, как израильтян. Поэтому на нас нет никаких требований к тем людям, которые живут не в Израиле, и они не евреи. Они не обязаны. Они могут по своему желанию принять это на себя. И, возможно, скорее всего, для них это будет большое благословение. Но те, которые живут в земле Израиля, и они изда здесь, в нашей общине, я просто хочу сказать вам, послушайте, ребята, давайте не будем лицемерами. Если ты часть нас, мы соблюдаем, и ты соблюдай. Мы не едим ни кошерные вещи, и ты не ешь. Возможно, это звучит немножко дешево, но это принесет нам единство в понимании. Вы знаете, что такое меч? Если меч сделан правильно, если оттуда выкинули все, что не железо, то он становится очень сильным, очень крепким, и его можно использовать долгое время. Я не могу практически объяснить это. Но если мы не будем объединены даже в простых вещах, если мы будем объединены в базисных простых вещах, то мы будем очень объединены во всем. Я хочу вернуться к этому. Авраам говорит, он не усея компиляция, он умер, «Та амину ба Моше ба не беневи им, в баху шекам ме амавит». В принципе, смысл того, что он говорит, он говорит, во-первых, верьте в Тору и в пророках, и в того, кто воскрес из мертвых. И если у нас есть эти три, то мы очень сильны. Второй пункт. В Деяниях апостолов написано про первую общину, которые были очень объединены. Они вместе преломляли хлеб, вместе собирались. Даже был такой период, когда они все свое имущество продали и сделали такой кибуц, коммуну, поделили все между собой. На самом деле, этот опыт не был успешен. Мы можем совершать ошибки. Они тоже совершили ошибки. Они, наверное, думали, что вот-вот скоро на днях придет Мессия. Так зачем нам держать все это имущество? Давайте просто соберемся вместе и будем ждать, что скоро придет наш царь, и он поделит Израиль и весь мир и обратит в новое состояние. Но они были объединены. И это единство дало добрый плод. Они были в основном все простые люди. Я думаю, что у них интернета не было. Но они смогли разнести благоу весть по всему миру. И я сейчас просто не понимаю, как это можно. У нас все есть. Мы делаем, прилагаем различные усилия. У каждого есть неверующий друг. Ты смог привести его к вере? Возможно, нет. Они тогда возвестили благоу весть на весь мир. Потому что они были объединены. Если бы все было хорошо? А все ли там было хорошо? Нет. Я вам дал несколько примеров из Деяния Пустала. Помните рассказ про Ананию Сафиру? Кто помнит? Это что-то, там рассказ про некрасивую вещь. Не все были честными. Как и у нас. Как в каждом месте. Или еще один рассказ. Написано в Деяниях 6. Там поссорились некоторые группы из-за разделения гуманитарной помощи. Это мамаш Сипур Мукар. Из-за гуманитарной помощи они поссорились. Из Америки прислали гуманитарку. Там были такие индийские красивые колье. Все женщины из Греции сказали, это вот нам подходит под нашей культурой. И так написано. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на местных, на евреев. Это Деяние 6.1. За то, что их вдовицы пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии колье. Я смеюсь, конечно. Одежды. И сережек. Но я говорю про то, что у них тоже были проблемы. Настолько, что апостолы должны были заниматься этим. Шалиях Петрус. Апостол Петр. И Иоанн. Бану бешмам мигдаши монаким. В честь которых после их смерти построили огромные здания. Они просто спустились в народ. Они просто сияли от небесной славы. И сказали, Ривка, тебе эти сережки не достались? Ой, кошмар. И они тогда выбрали из общины служителей исполненных Святого Духа для того, чтобы решить эту проблему. И сегодня у нас есть подобные проблемы. Камень точит камень. Много с сережками проблем. Но когда есть проблемы, это значит, мы живем. И что шокеф блит зуза не просто не живет. Не ходит. Не живет. Без движения. Тогда проблем нет. Они помню один рассказ, который рассказал Бен-Гурион. В Израиле поймали первого вора. Он говорит, теперь у нас нормальная страна. Есть к чему стремиться, что исправлять. исправлять. Я могу сказать, мы нормальная община. Но мы должны, да, исправляться в некоторых вещах. И мне очень стыдно. Даже несмотря на то, что у меня есть определенная власть. Мне иногда стыдно подойти к тебе и сказать, вот так правильно, а так нет. Несмотря на то, что у меня есть эта власть. Я стесняюсь. Но я также вижу, как Дух Святой разговаривает с людьми. Быть в одном Духе сегодня это делать такие собрания. Собираться в домашних группах. Иногда спасибо семье Христианка выезжать на пикники, которые нас собирают и организовывают. Опять-таки домашние группы. Когда мы собираемся вместе, есть в этом сила. Иногда мы говорим, мне уже надоели эти люди. Тогда у меня есть идея для вас. в конце октября мы соберемся только с членами общины и у меня есть такая идея по поводу домашних групп. Возможно, мы что-то изменим и сделаем такой опыт на один год для того, чтобы обновить отношения и дать возможность тем людям, которые не знакомы друг с другом познакомиться. Естественно, это наше отношение все, что касается финансов. Естественно, это молитвы. У нас есть молитвы. У нас есть очень верные молитвенники. У нас есть люди, которым сложно приезжать в общину физически, но они постоянно молятся, они знают молитвенные нужды. Естественно, практические вещи. Я уже говорил об этом. Шабатот. Я выбираю для себя не работать в Шабат. Я в Шабат служу Богу. И для меня не проблема из дома на машине приехать в общину. Но это особенный день. И также кашрут. И праздники. Это что-то очень центровое. И очень ясно написано в Леви 23. Вот мои праздники. Их совершайте. Приближайтесь ко мне. Есть такие слухи, что Мессия отменил эти праздники. Я просто вдоль поперек прочитал Новый Завет и ничего такого не нашел. Я думаю, что нужно иметь совершенно нездоровый извращенный разум для того, чтобы видение Петра с разными животными истолковать так, что Бог отменил кашрут. Потому что потом голос с неба совершенно ясно дал толкование этого. сказал, это означает, что все язычники сейчас открыты для спасения. вообще там не связано с едой. Это было просто видение. И как можно сказать, все, теперь мы можем все это есть. И есть такой рассказ. Ешуа говорит со своим народом. Это Матфея 5 глава. С 17 по 20 Матфея 5 глава 17 по 20 Ешуа сказал, не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля ни одна иота или ни одна черта не уйдет из Торы, пока не исполнится все. И так, кто научит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Есть такие вещи, которые Новый Завет или отменил, или немножко ослабил. Кто помнит такие вещи, которые отменил Новый Завет или ослабил? Ну? Нахон. Меот барур ше Брита хадаша и хлищ кетта шел курбанот. Естественно, Новый Завет изменил все, что касается жертв. Анахно роим ше адайна хорей курбан шел машех, мы видим, что все еще после жертвы Мессии, аю курбанот ба-байт амикдаш. Также производились жертвы в храме. Есть гам невуа ба-их ескел шлошим вешмоне ши бана бета микдаш михадаш вию курбанот. И в Езекииле 38 главе есть пророчество, что храм будет отстроен заново и возобновятся там жертвоприношения. Как понять это пророчество, я не знаю. Но как факт Тора говорит если нет специального места для жертв, то невозможно их делать. И у нас есть совершенная жертва Мессии. Жертва Мессии, которая дает нам прощение грехов. И нас как народ израильский, как евреев отвечает очищает от скверн. Но народы не нуждаются в этом очищении, потому что на них не налипают эти скверны. Но мы как народ израильский у нас есть эти привилегии. И Новый Завет говорит нам, когда мы приходим в присутствие Отца, Он не помнит наших грехов. Вы можете себе такое представить? Это что-то сумасшедшее. Подумайте только про это. каждый раз когда ты поднимаешь голову к небесам и говоришь Отец мой который на небесах я прихожу к тебе во имя Ишуа. Духовным образом кто-то снимает с тебя всю эту запачканную грехом одежду. И ты в свете и совершенной святости стоишь перед престолом славы. И у тебя есть возможность приблизиться к Отцу Небесному. жертвы Мессии не было такой возможности. Что еще ослабил или отменил Новый Завет? И тогда была возможность молиться в любом месте. Но во время Шлому он сказал так молитесь на любом месте Богу. Но особенно здесь даже когда кто-то не из евреев придет приблизиться к храму то Бог услышит его. Но в силе Нового Завета отменились эти вещи. Я вам помогу. Помните? Было такой вопрос Миньяна. это было во время Авраама если десять праведников попросят у вас. Но Ишуа сказал если двое или трое собраны во имя Мое то Бог слышит вас. В Новом Завете нам дано обещание что свяжете на земле то будет связано на небе. Но вообще ничего не связано с кашрутом. И вообще ничто не отменилось в плане соблюдения субботы. Если бы Ишуа или апостолы получили какое-то слово об отмене они бы это точно произнесли. Я не хочу никого ломать. Нет. Я просто могу сказать это Божье слово. Это Его слово. И пусть Божья милость поможет нам измениться. Если в нас есть какая-то скверна которая мешает нам открыть свои глаза на правду, тогда у нас есть терпение. Я думаю, что если мы как община также вместе объединяемся в практических вещах, это дает поддержку и силу и объединяет. Есть Псалом. Там написано, что Соединенный Иерусалим приближается к Богу. Все общины разные. У каждой общины есть свой характер. Мы существуем с 2001 года. Есть вещи, которые нам уже очень ясны и понятны для нас. А я хочу поговорить с теми, которые все еще не уверены. И приложите усилия. Вы увидите хорошие плоды с этого. И в вашей жизни. Давайте мы встанем, помолимся. И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу и окроплю вас чистой водою и вы очиститесь от скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и дам вам сердце плацяное. Отец наш небесный мы перед тобой мы очень зависим от твоего действия среди нас и еще есть такое выражение не силой или не силой но Божьим Духом я молюсь Отец чтобы ты сделал среди нас работу и чтобы мы увидели изменения мы в основном выходцы из бывшего Советского Союза и у русскоговорящих есть очень много изъян в голове один из зиянов хотя не все так плохо мы видим что все плохо это нас делает негативными но с другой стороны это не так плохо это помогает нам не гордиться и мы приходим к тебе Отец во имя Ишуа Мессия и просим чтобы ты сделал среди нас работу мы хотим быть общиной которую ты используешь как инструмент среди народа Израиля и во всем мире во имя Ишуа Мессия Амин Я благословлю вас благословениям священников Ивархеха Идонай иишмиреха Иэр Идонай ипанав илеха иихунеха Иса Идонай ипанав илеха иясем леха слом слом Иэр Иск Продолжение следует...